Анастасия Изюмская Всем известно, что когда началась война, вы были в Киеве, в том числе пережили бомбежки. И как многие не верили, что вообще война начнется, что она возможна. Как долго приходило это понимание, что да, действительно, это военные действия, и то, что я слышу, это действительно взрывы бомб. Я оказалась в Киеве на съемках телепередачи юмористической «Лига смеха». И приехала я туда еще 17 февраля. И да, действительно, утром 24-го, 23-го закончились съемки, собственно, я должна была улететь. И действительно, я в ночи услышала вот эти вот нехарактерные для ночного города, обычного, спокойного, вот эти звуки. И учитывая то, что я читала до этого всевозможные новости, в общем-то, где-то, так скажем, часам к 9 утра это осознание ко мне пришло. Но не окончательно, потому что поверить в это я не могу до сих пор. И мне до сих пор, ну, сейчас уже меньше, конечно, но каждое утро так же, как и всем, хотелось проснуться и сказать, что это все сон. И когда вы себе первый раз сказали, кажется, это война, и кажется, мне это не приснилось, что вы почувствовали? Ну, слушайте, обожаете все ваши вопросы, что вы почувствовали в этот момент. Я поняла, что это все серьезно, когда, в общем, не так сразу, знаете, довольно постепенно, когда я поняла, что, в принципе, ну, часа, то есть дня два я понимала, что я не могу уехать. Вот, наверное, вот это было для меня таким пониманием того, что это действительно реальность. Я уехать из страны обычными способами, то есть у меня были билеты, вот этого я уже не могла. Ну, и параллельно, конечно, когда я следила за тем, что происходит в новостях, и когда я общалась с моими друзьями в Киеве, и это было вот такое медленное, но осознание, и, конечно, поверить в это было сложно, но что я почувствовала, я до сих пор это еще чувствую. Ужас, кошмар и страх, и тревогу, и такую, в общем, достаточно большую депрессию по поводу того, что происходит. Каково это быть россиянином в Украине, на которую напала Россия? Вот это, да, это хороший вопрос. Это действительно было странно. Я до сих пор не понимаю, почему я там оказалась именно вот накануне всех этих событий, наверное, для чего-то. Это было действительно странно. Знаете, сложно было подбирать слова и говорить, что... Я просто вела прямые эфиры в Инстаграме в своем почти каждый день из Киева в какой-то момент начала это делать. И вот эта формулировка «наши войска продвигаются», по идее я должна была говорить так, но в итоге я говорила «российские войска». Это, ну правда, это, слушайте, ну какая-то защитная реакция у меня все-таки в голове произошла, потому что действительно это настолько чудовищно и страшно, что ты находишься на оккупированной, на территории страны, которую оккупировала твоя страна. Это какой-то бред просто. Это очень сложно. Поэтому, наверное, какие-то защитные механизмы моего и так, в общем, незащищенного мозга, видимо, сработали. И какое-то время я вот находилась в таком... Ну, пыталась, видимо, себя защитить тем, что мне казалось, что ну вот тут же у нас ничего не происходит. То есть в центре Киева, где я жила, действительно не было вот конкретных бомбежек. Это центр Киева, это там недалеко от офиса президента Зеленского, там работало ПВО, и разумеется, я никаких, ну кроме сирен и звуков этих ПВО, которые сбивали, не знаю, что там сбивали, я ничего не слышала. В этом смысле мне казалось, что я нахожусь в какой-то относительной безопасности. Но получается, что вы гражданин вражеского государства на территории Украины, где идут военные действия. Вам не было страшно выходить на улицу, встречаться с украинцами, которые не знают вас и вашей позиции? Ну, я вам объясню. Выходить на улицу после того, как началась война, было достаточно бессмысленно. И люди перестали это практически делать. Город опустел, там людей не было вечерами, до утра был комендантский час. Выходить на улицу, если я даже это и делала, а я это не делала, потому что не было никакого смысла. Все закрылось на следующий же день, 24-го числа. Все, 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 все заведения, все магазины, все аптеки, все кафе, все было закрыто уже. Выходить на улицу и гулять по городу, ну, такое, не очень это было нужно. Тем более, что большинство, конечно, прятались и в метро, и в подвалах, поначалу особенно. Вот, поэтому я не могу сказать, что я там гуляла по городу и встречала какие-то взгляды. Нет, не было ни того, ни другого. Кроме, как говорить по-русски, у меня другого выхода не было. Я не скажу, что я там, ну, пару раз я испытывала какую-то вполне понятную агрессию, когда я приходила в магазин и говорила по-русски. Там небольшой был магазинчик, и люди, посетители. Там пару раз я услышала, что такое, в общем, достаточно нелицеприятное в мой адрес выражения. Но, вы знаете, у меня не было никаких к ним претензий, я их прекрасно понимала. Я бы на их месте, наверное, так же поступила бы, если бы. Если бы Украина напала на Россию. Что можно представить себе только в страшном сне, по-моему. Россияне, которые не поддерживают войну, испытывают вину и стыд. В какой момент вы встретились с этими чувствами? Ну, достаточно тоже быстро. Я испытываю по-прежнему и вину, и стыд, и мне ужасно, и горько, и больно за то, что происходит. И, в общем, когда было это, уж насколько я не воцерковленный человек, но единственный раз в жизни я просила прощения в вербное воскресенье, да, как это называется, прощенное воскресенье. Я действительно впервые в жизни искренне просила прощения у страны, которую мы ввергли в какой-то чудовищный ад. Ну, как можно не стыдно, как можно не стыдиться за то, что ты принадлежишь к этому народу, да. Половина из которого кричит, что всех сожжем, все украинцы-нацисты, больше половины, да, насколько я понимаю. А остальной половине что делать? Если я так не считаю, что я могу? Ну, за этих людей, наверное, мне... Окей, они сами все решают, да, как им там поступать, чью им сторону. Все люди понимают, что они чью-то сторону должны принимать, это их ответственность. Но стыд за то, что может быть, и чувство вины за то, что я, будучи там достаточно оппозиционных взглядов, видимо, выражалась слишком аккуратно и была слишком либерально настроена, вот вылилась в то, что вот такой вот результат произошел. И, значит, ну, слушайте, я не люблю сослагательных наклонений. Я делала то, что могла сделать. Ну, и сейчас, собственно, не собираюсь останавливаться, на самом деле. Чью-то сторону принимать. Часто можно слышать, что, собственно, вот этот конформизм, который был у многих, он и способствовал тому, что произошло. Согласны ли вы с этим? Ну, конечно, конечно, но конформизм – это немножко не про меня, да, я точно совершенно не из тех людей, которые говорят, ну, ладно, раз так, значит так, да, вот, будут соглашаться, нет. Но вот конформизм людей, встроенных в них, да, тех людей, которые как раз сейчас либо молчат, либо, ну, те, кто молчат, конечно, беспокоят больше всего. Те, кто приняли сторону режима, сторону Путина, сторону поддерживающую войну, ну, с этими мне, по крайней мере, все понятно. Я считаю, что пропаганда, которая все эти годы работала в России, да, телевидение и газеты и отсутствие независимой прессы и независимых СМИ, оно сделало, ну, самое, что и не на есть, ну, большую провели. Ребята молодцы. Ребята поработали прям, прям на премию наработали в себе, то, что они сделали с людьми. И если сейчас кто-то еще будет иметь возможность и силы внутри, чтобы выключить телевизор и не читать, словно говоря, советских газет, как говорилось у Булгакова, то это будут уже какие-то люди с очень сильной позицией. Но таковых уже не так много осталось. А вот те, кто именно вот этот конформизм, что, типа, вот там моя хата с краю, да я не знаю, я в политику не лезу. О, боже мой, с 2011 года уже эти люди все существуют. Их становится, кстати, все меньше. Они вынуждены все-таки принимать или ту, или другую сторону, точку зрения. Но такие люди до сих пор еще есть. Ну что, значит, это говорит о том, что и пропаганда там, в России будет работать, но и оппозиционное слово какое-то. Какие-то люди, которые и раньше высказывались против режима, они тоже не будут молчать. И я тоже не собираюсь говорить, что ну все уж, раз теперь война, то все. Что теперь делать, да? Не-не-не, нам еще как-то жить в этой стране, понимаете? И то, что я уехала и живу сейчас в Испанию, это не говорит о том, что я хочу вернуться, и мне наплевать на то, что там происходит. Нет, уже давно не наплеваю. Другое дело, что я знаю, что понимаю там этих людей, настроенных конформистски, потому что я, например, потеряла очень многое за то время, пока стало оппозиционно как-то высказываться. Очень много потеряла, и я понимаю, что это, ну да, это мой такой ответственный шаг. Я совершенно не призываю никого таким же быть вот борцом, потому что действительно люди, не все хотят терять то, что у них уже есть. Это, собственно, то, что украинцы нам предъявляют. Мы боремся с вашим тираном. Почему вы не выходите на улицу? Почему вы не протестуете? Почему вы все это делали времени достаточно? Почему так мало вас было? Потому что украинцы, и это я им просто завидую, они очень быстро привыкли к таким понятиям, как свобода слова, свобода собраний, там, святость Конституции. И к этому это нормально, поэтому ты к этому очень быстро приходишь, очень быстро к этому привыкаешь. Даже я, когда там побыла 3 дня, 4-5 дней в Киеве на последних съемках, даже я как-то, ну, слушайте, это какие-то свободные, раскрепощенные люди, которые не боятся, не боятся высказываться, не боятся, ну, поскольку я все-таки участвую в юмористической передаче, не боятся шутить, они не боятся шутить там про своего президента. У них можно, представляете, шутить про президента, и им за это ничего не бывает. И они могут, представляете, выходить на мероприятия, согласованы они, не согласованы. Любое собрание людей охраняется полицией, именно охраняется, их там никто не крутит. Это вот такая нормальная защитная функция органов внутренних дел. Всевозможная полиция и так далее. А у нас в стране очень давно уже, ну, правда, ну, послушайте, ну, вот с 2011 года, я помню в 2011 году на Болотной, знаете, как было? Там было очень много народу, очень много народу, там порядка, ну, порядка 100 тысяч. И это я сейчас не вам, Анастасия, говорю, знаете, как было, вы наверняка знаете, я почему-то сейчас увлеклась, но просто я помню совершенно четко, что по краям просто стояли ряды ОМОНовцев, они просто стояли, никто никого не хватал, но тем не менее они присутствовали, вот эти вот люди там шлемами, они просто стояли. И одна из моих тогда еще, когда я выступала, мысли заключалась в том, что, ребят, пожалуйста, мы вам не враги, те, кто у нас, и вы нам не должны быть врагами, мы все как бы вместе должны быть. Но за эти 10 лет произошло то, что сейчас, если любой человек выходит на улицу, его хватает пятеро, шестеро, семеро ОМОНовцев. Конечно, легко обвинять россиян, что они не выходят на улицу, но такого количества героев в этой стране уже нет, потому что за 10 лет всем показали, что героем быть, во-первых, это как-то, ну, фу, ты что, пойдешь вот это вот на улицу, ты что, в политику, что ли, влезешь? То есть за эти годы четко уже понятно, что если ты лезешь в политику, если ты хочешь быть политиком, занимаешься политиком, то это как-то прям, ну, неприлично, ну, перестаньте. Ну, это такое, моветон. Во-вторых, пожалуйста, вот будешь сильно там ходить, вот тебе, пожалуйста, Боря Немцов. Будешь еще что-то там, вот тебе, пожалуйста, Алексей Навальный. Все, а остальных просто грибут и метут. Или, а в прессе просто не обращают внимания, да, вот как в Хабаровске все происходило. Ну, ходят они там, ходят. Ну, и что? Все прямо... Такие простые вещи. Свобода слова, свобода собраний. Почему украинцы так быстро это приняли и полюбили, и для них это как дышать? А чего такого у русских не достает, что для нас это не кажется естественным? Я этот вопрос задаю и политологам, психологам, социологам. Слушайте, мне кажется, чего они отвечают, политологи, социологи? То есть я, конечно, далека... Смотрите на воздухе. Да, я, конечно, далека от даже надежды на то, что я имею право высказываться как какой-то там специалист. Вот, поэтому это мое личное, как говорят сейчас, оценочное мнение. Но мне кажется, что просто у нас очень большая страна и очень необъединенная, очень какая-то... Ну, правда, огромная. Как всех соединить? То есть, ну, Украина в этом смысле... Вот даже когда был Майдан, собственно, почему они и так спокойно сейчас выходят, и почему для них важны эти собрания? Потому что они видят результат. Они увидели результаты своего Майдана, который был тогда. Да, вот они вышли там и сказали, все, да, там... Это сложно все. Я точно не политолог, не хочу говорить, потому что, конечно, это было через кровь. Вообще говоря, я думаю, что и в России, если это произойдет, это все равно произойдет через какие-то ужасные трагедии. Потому что вот так вот дальше жить просто невозможно. И Россия, знаете, и делает вид, что у нее ничего не касается, и где там это... И всегда у нас будут и грибы, и ягоды. Начнем, найдем, что поесть. И русский дух, значит, вообще крепок. И как-нибудь разбредемся по стране, собственно, и... Ну, только электричество было бы. И Wi-Fi. Ну, еще там... Не знаю, еще чего-нибудь. Вот. В этом смысле я думаю, что у нас такое какое-то вот это имперское мышление, оно не только в головах у наших руководителей, оно есть еще и немножечко у каждого россиянина. У нас такая большая... У нас так вот... Вот у нас такое раздолье. Захочу, там, уеду, спрячусь. Опять же, опыт исторический. В Сибирь поеду. Там меня никто не найдет, а там как раз грибы и ягоды. Вот. Это я... Потому что я тоже, конечно, пытаюсь понять, ну, почему так? Ну, почему так? Вот мне там обычная вот эта риторика, которая навязла в зубах так же точно, как и где вы были 8 лет. Это про то, что ну ладно, перестаньте там. Вот Салтыков щедрив 200 лет назад. Писал про это, и все было то же самое. Ничего не изменилось. Я вообще не согласна, что ничего не изменилось. Очень много что изменилось. Но при этом, конечно, если людям вдалбливать вот такие мысли, что ничего не меняется, и будьте вы вечно вот это вот крепостное право, то есть это же тоже все работа какая-то такая средств массовой информации, массового сознания. Если ты почитаешь там того же... У меня, кстати, знаете, еще какая крамольная мысль есть, что вот эти вот новые дети, наши, это новое поколение, которому, кстати говоря, потом восстанавливать Украину и которому разбираться с Путиным и которому жить в России, это такая, конечно, тяжелая для меня, как для матери троих детей, мысль. Вот. Но знаете, чем они прекрасны? Они не читали Салтыкова, Щедрина. Вот прям смешно, но так и есть. И Толстого они не читали в основном. Достоевского, слава богу, они не читали. Ну, пока, по крайней мере, пока они молодые. Слава богу. Потом, когда они будут, лет в 40, Анна Каренина, окей, там «Война и мир», да. Но сейчас, то есть у них хотя бы этой рабской какой-то вот, то есть если им скажешь, ну, а что там вот ты Салтыкова, Щедрина читал, так то же самое же было. Ну, куда мы, они скажут, ты не читала я уже Салтыкова, Щедрина? Да мне пофиг вообще, что там у вас было. А я хочу вот так. И эти люди молодые, они действительно знают, чего они хотят. И у них тоже есть, конечно, там, конформизм, но он у них направлен на то, что не то, что я там буду жить, как мне скажут, а я буду жить так, как я хочу. Вот на это только вот и уповаем. Вы говорите, когда о наших детях, ну да, те дети, которые сейчас воюют на Украине от имени России, думаете, у них такое же в голове? И, знаете, я думаю, что, во-первых, они тоже не читали Салтыкова, хотя не знаю, может, и читали. Нет, я все-таки говорю, знаете, у меня все-таки есть определенный круг, ни у кого из моего круга не воюют дети. Никто из моего круга не может так говорить, как матери российских воюющих солдатиков, которые... Ну, тоже зомбированные какие-то люди. Я не понимала, как можно относиться, когда тебе сын вот говорит, что я там в тылу, ой, то есть в этом... Мама, я в плену. Да, я в плену, а мама... Ну, а что я могу сделать, сынок? То есть у мамы даже нет понимания того, что есть вообще-то комитеты матерей. Солдатских матерей. Солдатских матерей, да. И зачем? Ну, так вот принято. Вот это конформизм, да. Ну, взяли в армию, ну, что я могу сделать? Ну, попал на фронт, ну, что я могу сделать? Комитет солдатских матерей, кстати, про это говорит, что сильно поменялись родители, что раньше матери приезжали и любыми средствами пытались своих детей достать, а сейчас нет. Наоборот, комитет солдатских матерей часто пытается разыскать родителей, а те, ну... Настя, я не знаю. Это какие-то такие, знаете, оценочные суждения мои. Я не знаю, как так происходит. Я не знаю, как это произошло. У меня такого не происходит. Весь мой круг, да, возможно, кстати говоря, он поменялся после 11-го года. Круг моих друзей, круг, не знаю, там, моя лента в Фейсбуке, в Инстаграме. Инстаграма не было тогда еще. В Фейсбуке, в ЖЖ. Все это поменялось. И у меня стали... Вокруг меня сейчас такие люди, которые, ну, не просто там... То есть, которые воспитывают своих детей, которым важна личность своего ребенка, которые беспокоятся за своих детей, за то, как они будут жить дальше. И им стыдно за то, что какую страну они предоставили, и как с этим разбираться. Им стыдно мне, да, и моим там матерям, ближайшим, и отцам. Им стыдно за то, что они не доделали чего-то, что они допустили вот такой вариант событий. И назад уже ничего не запихнешь, но жить еще придется, и жить нам гораздо меньше придется, чем нашим детям. Просто по возрасту. Встретила такую позицию. Одна из коллег размышляла, что проблема нынешней интеллигенции как раз в том, что она так же далека от народа, как и те элиты, которые обвиняют в начале войны. Что если в 19 веке интеллигенция как-то пыталась народ ходить, разговаривать с ним, объяснять про те же права и свободы, то сейчас как будто и не ходила. Или ходила, но недостаточно. Вот пропаганда работала хорошо, пропаганда, вы сами сказали, молодцы. А интеллигенция как будто не доработала. Ну, слушайте, интеллигенции всегда было меньше. Это всегда какой-то процент населения, интеллигенция, оппозиционно настроенные люди, которые могут и хотят критиковать власть. Она должна быть. Она должна быть, и она всегда пользуется теми ресурсами, которые у нее есть. и это всегда слово. Простите. Это всегда какое-то слово, которое вот доходит или не доходит до масс. Ну, давайте сравним с 19 веком. Окей. Что там они такое прям сильно, куда они шли в народ? На Сенатскую площадь, условно говоря. Где? Не было, извините, ни интернета, тогда ничего не было. Ну, хорошо, они писали статьи, памфлеты, выпускали там, не знаю, какие-то стихи и так далее. Это было как раз, этого было не так много все равно. Но пользовались они теми средствами, которые были тогда им доступны. Сейчас такое же количество людей пользуются гораздо большими средствами, там распространения информации. Большего мы не можем. Я не знаю, как объяснить, точнее, я знаю, как объяснить то, что политтехнологи работают все-таки на режимы, на любые, на государственную машину. Потому что им за это деньги платят. Ну, и как-то, в общем, людей, которые хотят получать деньги, согласитесь, больше, чем людей, которые не хотят получать деньги. Я вот тоже хочу деньги получать, потому что такой устроен мир, у меня не нужно, мне нужно на что-то есть и зарабатывать. А вот те, у кого появляются принципы, их немного, много, которые говорят, нет, вы знаете что, уж что-то я лучше пойду посуду устроить, помою, но ваши деньги я получать не хочу и работать на вас. Вот. Это я к чему говорю? К тому, что, во-первых, в России тогда и народу было меньше, и сейчас, ну, посмотрите, какое количество людей во всем мире, и не только в России уже. и людей, и, соответственно, этот процент интеллигенции, которая, ну, в смысле страшно далеки они от народа, ну, это все делается только долгим процессом, просвещение, образование. И вы хотите мне сказать, что мы за это время никак не изменились, и все осталось как у Салтыкова, ущедрена, когда люди ходили там на поклон баринам и не умели писать и читать. Да нет, конечно, сейчас все читать, писать умеют, слава тебе Господи. Интернет работает у всех желающих, даже VPN работает, но при этом всегда это все будет, но всегда будет аморфное большинство, которое будет примыкать к большинству, аморфное какое-то вот серединное, да, количество людей, которые всегда будут проще послушать, сказать, ой, как хорошо, не надо думать, вот мне что скажут, я то и буду делать. А быть, знаете, тем самым проклинаемыми интеллигентами, которые у них в мозгу все время что-то свербит, это немодно, сложно, у них какие-то тревоги постоянные, они антидепрессанты пьют, и зачем это надо, лучше не думать ни о чем. Я вот тоже знаю людей, которые говорят, Господи, как хорошо будет вот жениться, взять себе в жены какую-нибудь такую простую бабу, детей рожать, ни о чем не думать. Вот прямо у меня будет тупая жена и тупые дети. Такие у меня есть высказывания. Ну вот, у молодых людей. Это правда, это очень клево. Я бы тоже так хотела, но не могу уже. Если кто-то среди ваших близких, кто поддерживает войну, ну вот вы скажете, что в близком кругу совсем нет, но людей, которые вы знаете. нет, я не общаюсь с такими людьми. Окей, где-то там на просторах, то есть мне лично никто ничего подобного не писал. И вряд ли напишет, послушает, потому что все знают мою позицию. В интервью Павлу Коныгину вы рассказывали про Ольгу, не знаю, это вымышленный персонаж или реальный, которая вот поддерживает войну. И вы спросили, что такое с Олей случилось. А, значит, с ней это давно случилось. И вы сказали, что если это ваш близкий друг, вы все равно подойдете, обнимете, что это не повод разрывать отношения. Сейчас люди не только друзей из Фейсбука выкидывают, членов семьи блокируют полностью. Что вам позволяет сохранять такую толерантность к альтернативной точке зрения? Ну, потому что я, наверное, мне позволяет это сохранять свою толерантность, то, что я вообще-то говоря, в глубине души, я понимаю, что у людей могут быть разные точки зрения. И сама от этого, с 11-го года очень сильно страдаю от того, что в России моя точка зрения никому нафиг не нужна. И мне только и говорят везде и отовсюду, что типа, да, не смеешь говорить, живешь в России, не смеешь ее ругать. Выехала за границу, тем более не смеешь ее ругать. Ты кто такая? Уехала? Вот давай. Может, тут как-нибудь сами разберемся. Я прям иногда думаю, господи, где тот промежуток, когда я могу немножечко хотя бы высказать свое мнение. Понимаете? Мое мнение не важно, не принимается, не интересно. И поэтому я с очень большим пиететом и уважением отношусь к людям с другим мнением. Я готова каких-то близких людей, с ними тратить силы, разубеждать их. Вот если речь идет о моей подруге, по-моему, двое каких-то у меня было, я уже второго и не помню, но это действительно моя подруга, с которой мы там еще в КВН 30 лет мы уже знакомы, но я ей все это я понимаю, что это помутнение, понимаете? Это просто какое-то помутнение, рассудка, потому что, несмотря на то, что она уехала в свое время из страны и жила в Америке, это моя подруга, она смотрела русский телевизор и как ей объяснить, точнее, я могу ей объяснить это все, почему это с ней произошло, да, я могу ей напомнить и сказать, Оль, ты не помнишь вообще, почему ты уехала из этой страны? Может быть, потому что ни у тебя, ни у твоего мужа не было там достойной работы и ваши трое детей были с непонятным будущим? А что изменилось за это время? Можно мне такую гипотетическую ситуацию? Вот человек вам говорит, да, ну, война, нормально, правильно вообще-то все сделали? А вы понимаете, что там погибают женщины, дети разрушены, города, инфраструктура страны целиком. Говорите, ну, идите об нему. Нет, нет, конечно. Безусловно, я скажу, что у меня другая точка зрения на это. Если я, правда, Настя, сейчас я говорю про какую-то гипотетическую историю, потому что у меня такого в жизни, правда, реально не встречалось. Вот, ну, во-первых, я еще раз вам скажу, я не такой человек, который ходит по улице и у всех там спрашивает, как вы относитесь к войне? Я вообще не сижу достаточно закрытый образ жизни. И те люди, с которыми я встречаюсь по своему желанию, это те люди, с которыми я уже давно, и если я знаю, что у него противоположная точка зрения, я лучше, наверное, не буду даже встречаться, потому что, ну, извините, я не такой уж прям сильный человек, чтобы меня хватило на всех. И я готова бороться с чужой точкой зрения, если человек будет у меня спрашивать что-то и говорить, помоги мне разобраться, если я хотя бы на минуту почувствую, что он колеблется, и я тогда ему помогу. Но тратить свои силы всем рассказывать, со всеми бороться, я не могу. Мне мои силы ценны, я лучше их приложу в то место, туда, где я считаю себя более полезной, где я принесу больше пользы. Где сейчас эта точка приложения, на ваш взгляд? Я считаю, что вот за границей России, где сейчас окажется и уже оказалось огромное количество русскоязычных людей, беженцев из Украины, беженцев из Белоруссии, беженцев из России. По большому счету, да, у нас разные причины, но мы все не по своей воле покидаем наши страны. Я считаю, что этих людей сейчас, которые хотят вернуться в свою страну и у которых там лозунг Россия будет счастливой, Беларусь будет счастливой, Украина будет счастливой, это их лозунг жизни, я хочу, я хотела бы здесь, ну, пользуясь каким-то своей, какой-то хотя бы там популярностью, известностью, я бы хотела этих людей объединять. Я не скажу, что моей целью будет прям немедленное свержение режима Путина, но оппозиции это точно можно будет назвать. да, это оппозиция в изгнании, но это не то, что я, типа, не хочу больше ничего знать, что происходит в той стране, буду здесь жить и собирать людей на вечеринки и дискотеки и не думать о том, что происходит. Нет. Потому что я думающий человек, к сожалению. Я, может, и рада была бы, я же вам говорю, я, может, и рада была бы не думать ни о чем сидеть и заниматься каким-то бизнесом. Ну, может, еще потому, что я бизнесом заниматься не умею. Почему мне это важно? Ну, потому что я, как ни странно, патриот своей страны. Я понимаю, что это слово испорчено и потеряло вообще какой-то свой несущий смысл. Я люблю свою страну и я хочу в ней жить. Я хочу, чтобы я в ней жила счастливо. И все остальные люди тоже, а не только я. максимально счастливы, чтобы все слои населения, самые незащищенные, были защищены этим государством. Чтобы оно работало, как работает любое предприятие. Чтобы там выплачивались пенсии, чтобы там больные лечились бесплатно. Чтобы детей кормили в школах не по остаточному принципу, а нормально. Ну, в общем, короче, что-то я разволновалась. С началом войны общественные деятели, да, опинион-мейкеры приняли разные позиции. Кто-то замолчал. Например, Владимир Познер до сих пор молчит, ничего не сказал о своей позиции. И у вас тоже был этот выбор. Вот был момент, когда вы приняли это решение. Да, я говорю то, что думаю. Да, я выступаю против этой войны. Вы понимали цену этого выбора? Настя, ну, я еще раз говорю, меня в 12-м году уже выгнали со всего телевидения, с любого, да, федерального. И я с 12-го года уже нигде не работаю. И как-то, знаете, выжила все это время. И меня терять теперь же совершенно нечего. И бояться, и вдруг говорить, ах, буду ли я называть войну войной, а не буду ли я. Чего? Кто меня там примет, если я назову войну спецоперацией? Что меня? А вернут обратно на телевидение в лоно-семьи-церкви? Скажут, о, ура, слава Богу, да, я при этом скажу, простите, это не я виновата, у них был мой паспорт, вообще меня заставляли, привязывали к батарее. Никто меня, никто мне не поверит, никуда меня не вернут, да я и не хочу. Это уже пройденный этап, все это уже было, ну, слушайте, я реально 10 лет уже нигде, нигде просто ни в каких официальных там, в госструктурах не работало. Чего мне вдруг думать о том, как я это назову? Для меня это очевидно, и просто потому, что я называю вещи, которые я вот считаю правильным вот так называть. Я ничего не боюсь, не потому, что я такая храбрая, а потому, что мне нечего уже, у меня уже ничего не отобрать, кроме, не знаю, ну, жизни, может быть. как-то я за эти годы, знаете, в нищету опять вернулась, ну, какую-то такую бедность, скажем так, и популяризм моя поубавилась, ну, то есть, как-то вернулась в нормальную какую-то такую жизнь, и ничего страшного, и это не повод совершенно для меня менять мою позицию жизни. Ну, такое уж, оно у меня есть. Понимаете ли, что дети, ну, старшие у вас уже взрослые люди, да, младше еще подросток, есть шанс, что она вырастет за границей, за рубежом? Ну, и что? То есть, видите ли вы такую перспективу, как вы к этому относитесь, что вот непонятно, сколько это продлится, год, два, десять, двадцать? А, ну, в этом смысле, ну, послушайте, она, конечно, еще этого не понимает, ей 15 лет, младший, а остальные 23 и 26, они так понемножечку понимают, но это тоже такая шоковая терапия, да, которая не сразу доходит. И, конечно, мы надеемся на то, что, как и все последние 10 лет, надеемся на то, что Россия станет счастливой, Россия станет свободной и так далее. Когда-нибудь это, безусловно, произойдет. Слушайте, ну, я тоже в этом смысле, видимо, неисправимая оптимиста, до конца своих дней, я буду надеяться, что я до этого доживу. Ну, в отличие, может быть, от своих детей, я понимаю, что это не такая быстрая история и там, не так скоро я вернусь в свою страну, хотя, в принципе, я тоже понимаю, что это произойдет, ну, какие-то обозримые, там, обозримые будущие. Вот. Что касается, там, младшая вырастет за границей, ну, она довольно много провела времени, и все дети у меня, в общем, все дети у нас учились за границей, где-то, начиная с подросткового возраста, но они прекрасно знают язык и страну, и обожают Москву, и, конечно, они хотят туда вернуться. И я не думаю, что если они будут продолжать тут существовать за границей, то они в какой-то момент скажут, что нет, я не хочу возвращаться. Ну, с другой стороны, может и так. Как жизнь-то она, так как будет, так и будет. Но, по крайней мере, я знаю очень много людей, послушайте, мы историю все проходили, и фильмы смотрели, очень много бежавших после революции людей за границу, они же вернулись, были, правда, посажены потом в родной стране, но им тоже хотелось вернуться, потому что это ненормально. Человек должен жить в той стране, где ему хочется жить, в родной, прежде всего, стране. И, разумеется, всегда будут люди, которые будут хотеть там куда-то попутешествовать, уехать, посмотреть что-то еще, но вообще основная масса людей, они хотят даже жить в своей стране. И поэтому очень хочется в нее вернуться, всем. Пока всем. Как вы примеряете к себе статус эмигранта? Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, что это такое. Если есть возможность вернуться в свою страну, то статуса эмигранта не бывает. Я хочу и могу жить там, где я хочу. Нет уже такого. Мир изменился, нет уже этих границ. Уже нет такого, как в 70-е, 80-е люди уезжали за границу и понимали, что они никогда не увидятся больше. Я это помню. У нас из Академгородка очень много уезжало ученых. Конечно, это были слезы. И потом, когда мы встречались, после того, как Советский Союз рухнул, это было совершенно что-то невозможно. Невозможно в это было поверить. Сейчас, мне кажется, такое понятие, как эмигрант, ну, не должно быть в принципе. Я себя им вообще пока что еще не чувствую. притяжение моей огромной страны настолько велико, видимо, за счет масштаба, что я все равно всегда буду возвращаться туда. Мне, кроме как в России, возвращаться некуда. Если я захочу это сделать, я это сделаю. Я не считаю, что сейчас у людей должен быть какой-то новый выбор. Что да, меня в моей стране не любят, поеду, вот тут буду жить. Ну, это все равно насильственный выбор. Это навязанный выбор. Я его не приемлю. Тем не менее, сейчас вы в Испании, вы там живете, и у вас нет билета сейчас в Москву. Но билетов сейчас в Москву ни у кого нет. Послушайте, я рассматриваю это как временный какой-то такой промежуток, такой промежуток времени, да. Я сейчас в Испании, да, и слава Богу, что у меня, в отличие от других, здесь есть где жить. Я очень сочувствую тем людям во всех, в трех странах, да, которые страдают сейчас от этого, остатков этого режима советского, имперского, Беларуси, и в Украине, и в России, есть люди, которые хотят уехать, но им некуда. И они будут продолжать страдать там. Сейчас вспомню вопрос. Про то, что сейчас вот вы там, и жизнь строится там, и возможности вернуться в Россию нет. нет, но вы говорите, нет, это не миграция. Ну, я еще раз говорю, для меня, я не ассимилировалась в Испании, давайте вот так будет понятнее, наверное, да. Я все равно говорю здесь, встречаюсь с русскими друзьями, я не говорю на испанском языке, я не открываю здесь бизнес, я не могу здесь работать, я просто временно здесь живу. Да, мне здесь нравится, мне здесь тепло, мне комфортно, мне нравится этот климат, и друзей у меня здесь много. Но я не чувствую себя мигрантом, я, смотрите как, давайте так, хорошо, я могу вернуться сейчас в Россию, я не делаю этого сознательно, потому что я не хочу, чтобы на меня в России завели уголовное дело. Вы хотите? Мне кажется, никакой нормальный человек этого не хочет, мне кажется, сейчас так. Учитывая то, как работают наши суды, никто не хочет попадать в эту мясорубку. Я тоже не хочу. Я знаю, что мне вполне это светит. Административка какая-нибудь, одна, две, три, там уже и уголовное дело, да и потом, слушайте, даже уже за то, что я войну называю войной, в общем, уже светит некоторый срок. Поэтому, я честно вам скажу, я именно поэтому не хочу туда возвращаться. Когда эта опасность для меня там перестанет существовать, я, конечно, вернусь. Вынужденных мигрантов сейчас десятки тысяч, сотни тысяч, нет какой-то официальной статистики, но многие люди оказались вот в том же положении, в котором и вы. Выехали и хотели бы, может, но не могут вернуться, не считают это возможным по принципиальным соображениям. Расскажите, как вы себя поддерживаете вот этой неопределенности, неясности в другой стране, не укоренившись в ней? Что вам помогает? Мне помогает то, что я знаю себя. Я с собой умею общаться. Мне с собой... Я представляю себя некое очень важное для меня целое. И, в принципе, где это целое находится, в какой стране, мне совершенно не важно. Мне кажется, что вокруг меня и вообще в мире сейчас очень большое количество таких людей. которые живут в согласии с собой, которым есть, что называть своими принципами и которые, следуя своим собственным принципам, окружают себя той жизнью, которой они хотят жить. Меня, мои принципы, они остаются неизменными. Что в России, что в Испании, в любой стране. я уважаю личность другого человека, я уважаю свои границы, я хочу, чтобы уважали меня. И мне кажется, на этом, в общем-то, должно строиться любое общество сейчас. Я уважаю тебя, ты уважаешь меня. Это непреложный абсолютно для меня принцип. это не зависит от того, с кем я разговариваю. Это взрослый или ребенок, или это олигарх, или это человек, который просит милостыню. Я стараюсь, учусь этому, конечно, безусловно, постоянно, но стараюсь относиться ко всем. Я очень люблю, когда вокруг меня люди с достоинством. И очень прошу, и очень хочу, чтобы меня тоже в этом смысле уважали. Мое достоинство, мое право на жизнь, мое право на какие-то желания. То, к чему я сейчас вижу, идет весь мир. То, что я вижу, что сейчас есть у детей. Ну, правда, я своих детей ужасно люблю, потому что они для меня очень большая, вот такая экспериментальная такая масса. Я на них смотрю, и я очень ловлю все эти флюиды. Какие они? Они тоже, окей, там им хорошо жить в Москве, хорошо, но так же им прекрасно было там жить и в других странах, они находят где-то что-то. Но если у них есть, и я вижу, что каким-то образом это можно воспитывать, если у них есть какой-то стержень и желание изменять этот мир в лучшую сторону, и себя изменять в лучшую сторону, то, мне кажется, это уже довольно большой результат. Вот так. Да, простите. Вы говорили, что дети будут стыдиться, говорить, что они русские. Из-за происшедшего стыдятся? Знаете, у нас вот буквально недавно был разговор, вчера мы как бы обсуждали вообще как раз именно этот вопрос, говорить или не говорить на русском, и как. То есть, допустим, у нас у младшей дочери сейчас будут экзамены в Англии, и она выбрала себе один из предметов, это русский язык. Естественно, они все так делают, там ничего не надо учить, хотя пишут, они довольно безграмотные, но, по крайней мере, лучше, чем иностранцы. Вот мы вчера как раз это обсудили, а кто сейчас за границей будет брать русский язык как иностранный, чтобы его изучать. Хотя аналоги этому всему есть, вообще все так повторяется, слушайте, все тоже там перед войной учили немецкий язык, чтобы языком врага овладеть. Я имею в виду в России. Вот. Ну, посмотрим. Слушайте, я правда, я не пророк, я не знаю, я просто человек, который умеет, благодаря тому, что я себя очень хорошо слышу и понимаю, что я чувствую, разрешаю себе все чувства, да, поэтому я очень легко адаптируюсь к тому, что будет, что происходит вообще вокруг меня. Если что-то происходит, я начинаю адаптироваться. Пока этого не произошло, я не могу ничего сделать. Мне и так голова к рукам идет. Когда это произойдет, когда дети вырастут, когда они столкнутся с тем, что им запрещено говорить на русском, там, никто не любит, как говорят на русском языке, тогда они с этим и будут сами, причем уже, разбираться. Ну, во-первых, я уверена, что все эти дети и все эти молодые люди, которые будут общаться, они будут общаться на английском языке, это уже так и происходит. Ну, мои дети, по крайней мере, за столом даже вдруг переходят на английский язык, и мне приходится их затыкать и говорить, эй, эту мать вообще ваша, которая по-английски не говорит. Поэтому все, что будет когда-либо происходить, окей, мы будем это принимать как вызов и будем с этим жить как-то. Пока этого не произошло, пожалуйста, не трогайте меня. Последний вопрос. Юмор в минуту сложную поддерживает? Ну, как вы видите, да. Мне кажется, это, ну, это, конечно, одна из защитных реакций человека, да, но поверьте мне, когда, я тоже это как-то долго изучала и пыталась понять, почему-то в какие-то моменты тебе нифига не смешно, то есть момент конкретного ужаса, но потом ты потихоньку начинаешь шутить. Это момент, когда у тебя что-то разжимается внутри. Быть постоянно и жить постоянно в зажатом состоянии, но это недолго продлится. И вот этот способ что-то где-то там пошутить, это как-то облегчает жизнь. Да, и, кстати говоря, с этим столкнулась тоже в том же самом моем инстаграме в этих прямых эфирах все говорили, что там война идет, а она ржет. Ну, я все-таки сторонник того, чтобы не умирать вместе с теми, кто погиб, а все-таки, коль скоро мне выпало счастье еще пожить, я все-таки буду жить, буду что-то делать. И да, если будет нужно, я буду смешить людей, я буду их таким образом возвращать к жизни. Потому что самое главное это сейчас оставаться живыми. Спасибо большое за то, что вы живая. Это Татьяна Лазарева. Спасибо, что живу. Здорово. Телеведущая, блогер, это воздух. Будьте с нами каждый вечер в 8 часов по Москве и дышите свободно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.